Добрый день, церковь. Для меня действительно ценно, что я могу находиться здесь, то, что я могу делиться словом, посланием. Для меня это не то, чтобы ценно и трепетно, для меня это также ответственно. Я молился, можно сказать, вымолил Господа о том, чтобы Он дал послание. Потому что я бы не хотел просто ободрить каждого из нас, но я бы хотел, чтобы нужда каждого из нас, нужда церкви, она была восполнена. Поэтому я молился, я действительно верю, что так и будет, то, что мы будем слушать, то, что мы будем получать от Господа здесь. Это будет не совсем простое слово, но тем не менее, об этом написано в Библии, и это также важно нам знать. Аминь. Давайте мы откроем книгу Откровения, 2 глава, с 1 по 5 стих. Здесь написано, ангелу эфесской церкви напиши. Так говорит держащий семь звезд десницы своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Зная дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся. И твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе и звену светильник твой с места его, если не покаешься. О какой первой любви здесь идет речь? О чем здесь говорится? Если мы заглянем в историю, и мы посмотрим на эту Ефесскую церковь, кому адресовано это послание, то мы увидим, что это не те ученики, это не те апостолы, которые ходили с Иисусом. Первые ученики, которым была поручена миссия евангелизировать, заполнять эту землю, они были вдохновлены. Конечно, они ходили с Иисусом, и у них было дерзновение, у них была активность, у них было, сказать слово желание даже не подойдет. Они знали, что это миссия их жизни, и они проповедовали. Они проповедовали, они несли Евангелие. Но в дальнейшем мы видим, что из поколения в поколение формируется уже церковь примерно нашего типа сегодняшнего времени. Церковь, группа людей, которые собираются вместе, у них есть какой-то определенный формат, мы не знаем точно, как все это было. Но тем не менее, кто-то выходил, как сегодня спикер, может быть, не один и тот же, и делился словом. И мы видим, что дела этой церкви, они большие, но первой любви у них нет. Когда я думал насчет этого, я прочитал это миссисописание, я вспомнил то, о чем говорил пастор Алексей Лунев на той проповеди. Кто помнит вообще, о чем проповедь была в то воскресенье? Это было потрясающее послание. Пастор Алексей, он в пример привел свидетельство. Когда человек выходит сюда из центра нравственного восстановления, возможно, какое-то другое свидетельство, и он говорит о том, возьмем к примеру, что он был 10 лет в наркотической зависимости. Он говорит, что моя жизнь была поломана, мне никто не мог помочь, но пришел Господь, и Он помог мне. Сейчас я прошел курс нравственного восстановления, и я хочу служить в церкви. Моя жизнь, она изменилась. Это такие сильные слова. Это очень сильные слова. Но тем не менее, я поймал себя на мысли, я заметил это в себе, когда я слушал это. Я заметил, что мы немножко по-другому относимся к свидетельствам. Я лично отношусь по-другому к свидетельствам. Когда мы раньше слышали свидетельство, когда я раньше слышал свидетельство, и говорил то, что 10 лет я был наркоманом, и Господь спас меня. Для меня это действительно было чудо, хотя я не знаю подробностей, я даже не знаю в принципе эту сферу, в которой он находился. Но тем не менее, мы воздавали славу Богу, мы ликовали, для нас это было вау, супер. Но я поймал себя на мысли, когда я сижу, я слушаю это, как мы относимся к этому, как я отношусь к этому. Когда я видел это, когда слышу, что человек это говорит, и возможно мы можем подумать, еще стоит три человека возле, и будут примерно такие типовые свидетельства. Я был 10 лет наркотической зависимости, я был 2 года, я был 5 лет, а я был 15 лет. Мы можем думать, что на том служении вообще наркотической зависимости человек был 20 лет, а сейчас 10. Как мы относимся к этому? Я также начал задавать вопрос, в чем дело вообще? Где первая любовь? Где моя первая любовь? Когда я слышал это, я бодрствовал, и меня это задевало. Я действительно был раз за людей, я прославлял Господа. Для чего выходит человек сюда, когда он свидетельствует? Для того, чтобы прославить Господа. И мы действительно прославляли Господа. И когда я сейчас смотрю, когда человек свидетельствует, это не так часто у нас, раз в месяц. И когда он свидетельствует, мы не слышим свидетельства, мы не слышим славу, которая принадлежит Господу. И также вот эта церковь, которая адресована посланием, это Ефесская церковь, это не та церковь, которая просто называла себя церковью. Они действительно много чего делали. Давайте мы прочитаем еще раз, что они делали. Здесь написано, итак, вспомни. Так говорит, держащий семь звезд здесь нет своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Зная дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь носить в развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился, и не изнемогал. Эта церковь, в которой были большие дела, они могли распознать апостолов. Если приходил апостол, и он не апостол, а же апостол, так скажем, они распознавали, они видели это. То есть эта церковь с большими делами, это действительно люди, которые собирались, и у них были хорошие мотивы. Но тем не менее, мы видим, что они потеряли свою первую любовь, они ее оставили. Аминь, вы согласны с этим? Аминь. И когда мы говорим про это, я вспоминаю пример про Ананию и Сапфиру. Кто помнит таких персонажей? Анания и Сапфира. Они ходили в подобную церковь. Возможно, церковь-то, она и осталась зрелой. Она осталась в любви Божией. Но что происходит с Ананей и Сапфирой? Они потеряли первую любовь свою. Откуда мы это знаем? Они захотели сделать доброе действие, но мотив был не тот. Они продали все, что у них было. Все имение свое они продали и принесли в церковь. Ведь это хорошо? Это хорошее действие. Это очень сильный поступок. Отважный поступок. Но тем не менее, какую-то часть они оставили себе. В этом нет ничего плохого, если бы они сказали апостолам, то, что мы какую-то часть оставили себе, и это хотим отдать в церковь. Но нет, мотив был другой уже. Мотивом была не первая любовь, а слава себе. Они хотели прославить себя, но тем не менее оставаться в церкви. Ведь мы в церковь ходим не только для того, чтобы общаться с Господом. Здесь у нас есть хорошее общение. У нас здесь есть братья и сестры. Возможно, также и Анания и Сапфира. Они оставили первую любовь. Возможно, они привыкли к формату собрания. Они знали, что сейчас выйдет проповедник проповедовать. До этого было три песни по жертвованию. Они знали, что и как будет. И понемногу, не заметив, они ушли. И смотрели на какие-то внешние факторы. Они знали, что это хорошо так сделать. Но какой мотив был для этого? Они оставили свою первую любовь. Мы это видим. Также есть аудитория людей. Я когда рассуждал на эту тему, я также общался с людьми. И есть аудитория людей, которая говорит, что если человек хоть раз встретится с Господом, то он никогда от него не отойдет. Аминь. И я думал так до определенного возраста. Честно. Я долгое время думал так, особенно когда я находился в подростковом возрасте. Я подходил к маме, и я разговариваю с ней на эту тему, и говорю то, что вот если человек реально встретится с Господом, я же по-другому это понимал немножко. Если человек встретился с Господом, он пережил его, у него есть с ним отношения, близость, то я думал, невозможно, чтобы он отступил от него. Но потом я стал видеть жизненные примеры, стал видеть, что люди реально, они получали пророчества, они получали откровения. Господь менял их жизни. В буквальном смысле это видимо. Все это знали, все это видели. У человека были отношения. Но тем не менее, каким-то образом он оставлял первую любовь. Он отходил от Господа. Также, если мы посмотрим в Библию, в Ветхом Завете мы видим еврейский народ. Мы знаем, что почти весь Ветхий Завет говорит о том, что один народ, он принял Господа, он ходил за Ним. Считаем, следующее поколение, они отступили от Господа. Следующее поколение опять ходило за Господом. И так много-много-много раз. Это те люди, которые были выведены из Египта. Они видели чудеса. Они видели славу Господа. Они слышали, как Моисей разговаривал на горе с Господом. Они слышали Его. Все знали и убоялись голоса Господа, когда Он говорил с горы. Они знали Его. У них были отношения с Господом. Они исполняли закон, который Он им дал. Но тем не менее, даже там, даже там мы видим, что люди смогли отступить. То есть это возможно. Если мы заглянем в Новый Завет, то первый пример — это Иисус и Его ученики. Ученики всегда находились с Иисусом. Они не то чтобы знали первую любовь. Они были в ней. Они находились в буквальном смысле с Иисусом каждый день. Но тем не менее, когда пришел натиск обстоятельств, давление было в Евсиманском саду. Они оставили Его. Да, мы можем сказать то, что это в буквальном смысле. Они видели Его. Но даже если люди в буквальном смысле, они ходили, они знали, они знали, что Он Мессия, они смогли Его оставить, то как и сегодня, так же и в духовном смысле. Вторым примером является, это написано в Евангелии от Луки, 8 глава, 23 стих, когда Иисус, Он с учениками находится в лодке. Кто помнит, что делал Иисус? Иисус спал. А что делали ученики? Да, ученики боялись, паниковали. Они не знали, что делать. И даже здесь мы видим, Иисус, Он с ними. Он не то чтобы в другом месте. Он с ними. Он здесь лежит. Даже когда Иисус здесь, есть эта паника, есть сомнения, есть вероятность того, что мы можем оставить первую любовь. Но что говорит Иисус, когда Он просыпается? Ну, когда они Его разбудили, правильно сказать. Он говорит, где вера Ваша? Другими словами, Он советует, рекомендует, что у нас должна быть вера в таких случаях. Для того, чтобы мы боролись до конца, несмотря какие обстоятельства у нас есть, какое давление на нас сейчас воздействует, мы должны оставаться и идти в этой первой любви, идти в отношениях с Господом, несмотря на то, какое давление. Аминь. Аминь. И, знаете, мы сейчас поговорили об активной стороне. Ученики находились в лодке, был шторм, был натиск обстоятельств. Это понятное дело, что они начали паниковать. Они люди. И, знаете, сегодня так же у нас в жизни. У кого-то активная часть, кто-то находится в этой активной части. Возможно, это постоянное непонимание в семье. Ты приходишь в церковь, тебя понимают. Давай, в пророчное служение пойдешь, все, слава Богу, будет. А мама даже не знает, что такое пророчное служение. Думает, куда ты пошел? В секту опять. И есть вот это противостояние. Есть активное противостояние. И тогда есть вероятность того, что мы можем оставить первую любовь. Потому что воздействие мира есть. Но есть также и пассивная сторона. Что здесь подразумевается в виду? Это когда наоборот, как у Анани и Софиры, как у Ефесской церкви, все становится обыденным, все становится привычным. Это также распространенным является в служительском составе. Когда ты приходишь, у нас в субботу было служение, сегодня утром было служение, сейчас служение у нас. Сегодня не будет, но так бы пастор Вадим поехал еще на одно служение, и пастор Евгений еще на одно служение. И тогда, когда ты в четвертый раз на служении проставляешь Бога, проставляешь ли ты его так, как ты проставлял на первом служении? Но мы не можем проставлять Господа по-другому. Потому что тогда смысл в этом проставлении. Если мы проставляем Господа, тогда мы должны отдаться в поклонение. Тогда мы отдаем себя в поклонение. Аминь. Аминь. И это пассивная сторона. Возможно, это может атаковать каждого из нас. Так можно оставить первую любовь, так можно оставить близость к Господу. Когда ты приходишь, и ты знаешь, ты примерно уже можешь сказать, что и как, во сколько. Сейчас будет три песни, потом будет объявление, будут говорить. Объявление там по-любому будет килограмм добра. Сто процентов. Мы уже знаем. Килограмм добра, конференция веры, пенуэл, пожертвования. После у нас будет прославление и проповедь. Все уже знаем. Все уже знаем, как что и будет. И уже нечего ожидать. Нет вот этой свежести, нет огня. Потому что ты знаешь. И даже когда пастор проповедует, большую часть ты знаешь. Ты говоришь, я часто с людьми уезжаю, я отвожу кого-то. Я говорю, как проповедь? Ну, я знал большую часть. Я часто слышу эти слова. И, возможно, и я знаю какие-то вещи. Но, тем не менее, если мы будем приходить с таким отношением, то что мы можем получить тогда? Если же мы приходим в церковь, как мы пришли когда-то, когда была первая любовь, когда у нас были близкие отношения с Господом, и мы слушали, если вибрировал телефон, нет, я слушаю слово от Господа. И тогда мы принимали больше. Потому что все это не является привычным. Аминь. Мне нравится выражение. Оно записано в Евангелии от Луки. Это 8 глава, 16 стих. Здесь написано, никто, зажегший свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, а ставит на посвечник, чтобы входящие видели свет. Знаете, я также увидел всех нас. Если мы действительно зажжены Господом, когда человек приходит в церковь, это особенно видно, вот эта первая любовь, встреча с Господом. Ты зажегся, у тебя есть свет. Вибриде сказано, что мы соль и свет этому миру. Если мы свет, то мы не сможем ставить себя под кровать. Мы будем ставить себя на что-то, над чем-то, чтобы входящие видели свет. Нет. Если же мы привыкаем, возможно, это или активная, или пассивная часть, может, мы уже устали от всего. Мы сами того не понимаем. Мы ставим эту свечу, мы ставим себя под кровать. И тогда мы становимся пассивными. Тогда у нас нет той близости с Господом. Тогда мы становимся теплыми. Знаете, здесь бы я хотел привести пример из обычной жизни. Это пример моей супруги. Мы полгода всего в браке. Слава Господу. Слава Господу. И знаете, я также увидел эту первую любовь. Она была у каждого. Влюбленность. Это примерно такое же чувство, когда мы приходим в церковь. Когда я был влюблен в Настю, я был готов потратить последние деньги на транспорт. Я не знал, как я приеду назад. Но тем не менее, главное потратить деньги сейчас, чтобы проводить. Когда понравилась какая-то вещь, ты заходишь в магазин, о, мне это понравилось. Ты идешь и думаешь с мыслью, каким образом я могу это купить, чтобы сделать ей приятно. И каждый из нас переживал это. Влюбленность — это жертва. Каждый из нас готов идти на что-то большее. Каждый из нас поглощен, пропитан этим. И мы сами того не хотим. Сейчас, конечно, может, мы более взвешиваем все. Конечно. Как я домой поеду, да? А тогда, то есть мы реально были готовы идти на большее. Вы согласны с этим? То же самое в церковь, когда у каждого была разная встреча с Господом. Но тем не менее, была эта первая любовь. Была эта близость с Господом. Когда мы приходим, мы были зажжены, мы были готовы на жертву для Господа. Но когда все становится привычным, то и мы становимся другими. Но тем не менее, Господь говорит этой церкви, Ефесской церкви, и так вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. Другими словами, верни свою активность, верни свое детское хождение перед Богом, будь ребенком перед Богом, и верни свою фанатичность, когда ты пришел, и ты видел, вау, слава Богу, я в каждое служение буду, в каждое служение, Арина, то есть я буду делать все. Когда есть такая фанатичность, да, сейчас есть разум, ты уже можешь взвешивать, так, я не смогу, вот в это служение, в пророческом нет все-таки, как-то, может быть в этом нет, но тем не менее, ты уже можешь служить. Тогда отдайся полностью этому служению. И мы говорим про огонь. Огонь, он может сохраняться, несмотря на то, сколько мы лет в церкви, потому что уже формируется какой-то стандарт. Это как пастор Алексей Воскресенский рассказывал, мне очень нравится его пример. Он назвал это умный скептицизм. Когда человек приходит в церковь, и вот, я не смог, конечно, так показать, но он классно показал, я вот сейчас знаю, сейчас то, то будет, и мы уже знаем, что и как. Вот приходит человек, тот зажженный, первая любовь, а он уже говорит, да, сейчас через два года такой же будет, как и мы все, то есть в церкви. Но тем не менее, это не должно быть так. Это не должно быть стандартным для нас. Наоборот, человек должен видеть то, что вау, я смогу гореть 8 лет. Какая-то человек, он верит 8 лет до сих пор. Он так же служит, он так же отдается служению, так же отдается церкви. Аминь. Аминь. И знаете, вот все время, все это время, которое мы сейчас говорили о первой любви, мы увидели, что такое первая любовь, и что ее возможно потерять. Но я бы хотел, чтобы мы также уделили время той части, которая является, может быть, менее приятной, но тем не менее, она важная. Это ответ на вопрос для каждого из нас, что нам делать, если мы уже не находимся, если мы оставили первую любовь, если у нас нет тех близких отношений, горячих отношений с Господом. Мне нравится, что Иисус, Он пришел к больным, потому что они нуждались в нем. Он не пришел к тем здоровым, Он пришел к больным. То же самое и сегодня в церкви. Мы можем говорить только о положительном, позитивном. Слава Богу, мы в первой любви все двигаемся. Мы говорим, что такая первая любовь. Слава Богу. К нам не относится вот это послание в Ефесской церкви, но нет. Мы должны говорить и об этом, потому что каждый из нас рано или поздно он нуждается в подкреплении, он нуждается в огне. Аминь. Я бы не хотел, чтобы это была какая-то инструкция, первый, второй, третий, четвертый шаг, потому что я выделил столько шагов, но в Библии много, много советов, в Библии много примеров, как мы можем приближаться к Богу, как мы можем идти к Богу. Аминь. Первый шаг, о котором я бы хотел поговорить, этот шаг называется Маякуй. Маякуй, сигнализируй. Что я имею в виду? Если мы заметили то, что мы охладеваем, мы заметили, что я тот человек, который говорит, что через два года он таким же будет, мы заметили, что мы становимся теплыми, то мы должны подавать сигнал. Мы должны маяковать, сигнализировать, мы должны делать все, все возможное для того, чтобы выйти из этого положения. Если мы даем себе отчет, я нахожусь в таком положении, я помню, когда я пришел, я был просто захвачен Господом. Он пропитывал меня, но сейчас я чувствую, что мне лень молиться, мне лень делать то. Если мы чувствуем, мы признаем, мы увидели себя в этом, то нам нужно подавать сигнал. Нам нужно сигнализировать. Аминь. Аминь. И также я бы посоветовал каждому, если вы находитесь в такой ситуации, я лично сам себе говорю, если я нахожусь в такой ситуации, то нужно бежать, нужно бежать к пастору домашней группы. Не зря же пастор домашней группы есть. Аминь. Нужно бежать к пастору домашней группы, рассказывать ему, я нахожусь в такой ситуации, сейчас вот прославление шло 30 минут, а я только 5 минут мог прославлять. Я дальше вообще уже не могу. А сейчас Пенуэл уже скоро будет. Там 4 часа надо прославлять. И ты понимаешь, что ты не готов. Конечно, это с юмором, но тем не менее, если мы понимаем, мы видим себя в этом. Слава Богу, что мы смогли поймать себя, найти в этом. Еще не поздно. То нам нужно бежать в пастору домашней группы. Нам нужно говорить ему об этом. В Библии сказано хорошо быть братьем вместе. Так же сказано. Мне так же нравится выражение. Открыто признавайтесь перед друг другом в грехах и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Господь им говорит, открыто признавайтесь перед друг другом. Если это есть во мне, я должен признаться. Я думаю, что каждый со мной согласится. Если что-то есть в нас, возможно, это не связано с отношениями с Господом, но если что-то есть в нас, и это тянет нас вниз, когда мы признаемся, когда мы раскрываемся, нам становится легче. Нам становится легче, потому что мы открыли это. То есть мы мы позволили свету войти в нас, обновлению войти в нас. Если даже пастор домашней группы, он не скажет тебе точную инструкцию, что нужно делать, тем не менее ты ему высказал, и ты идешь назад, и ты уже чувствуешь облегчение. Возможно, ты сам уже понимаешь, так, я должен делать то, я должен делать то, я должен делать то. Аминь. Я также хотел привести пример с обычного дня, который не так давно был. Вот с этого пункта сигнализируй. Недавно у нас здесь было обучение, лидерская программа, высшее образование, и после этого мы здесь обучались, я выбегаю, я хотел сесть в машину, там много планов нужно было ехать, делать все это, но сигнализация, она не срабатывает, машина заблокирована. Ну, бывали такие ситуации, ничего страшного. Открываем дверь и делаем там, вопс нажал, на Уварайт, все, поехал дальше. Но не получается. Еще больше сигналка, который даже звуков не издавал, я не знаю, что делать. У меня есть сигналка, там машину бьет, показывает на брелке, все. Я думал, что делать, машина не заводится. В итоге я начал бегать, звать всех, пожалуйста, помогите, я не знаю, что делать, но не особо как-то разбираюсь, там, помогите, что нужно делать. И все, там, один человек сейчас нормально все будет. И я так и думал, что он подойдет там что-нибудь, ну вот смотри, и машина заведется, как обычно происходит. Но на самом деле нет. И второй, и третий, и четвертый человек подходит. Но здесь, конечно, серьезно, серьезно. И все. Я думаю, что делать-то нужно. А я до конца верю, что я вот сегодня уеду отсюда. Ну, что надо по-любому за машину сесть и уехать. Но не получается. Думаю, ладно, приезжаю в следующий день. Она здесь стоит. Я сажусь и думаю, сейчас заведется, 100% получится, опс, не заводится. И я начал опять бегать. Все, что у меня вот связано с телефоном, как-то с машиной. Человек хоть немножко с машиной связан, помогал мне. Я всех обзвонил. Я всех звонил, говорю, пожалуйста, помоги, я не знаю, что делать. И все приезжают, не могут помочь. Но я реально пытался найти, я хотел, чтобы машина завелась. И в конце человек, специалист приезжает, говорит, ну рассказывай проблему, что не так с машиной. Я только начинаю рассказывать, он говорит, дай ключи, чтобы... Ну, я посмотрел, послушаю там по шуму. Я ему даю ключи, только начинаю объяснять, он опсы завел ее. Я говорю, не может быть, не может быть. Мы ее два дня здесь не можем завести. Он опс еще раз завел ее, с пульта заводит. И до сих пор она работает. Я не знаю, для чего это было сделано. И тот, кто разбирается в машинах, мы там смотрели, и свечи там они, и все, и все остальное там. Ну реально, ну никак, ну машина ездит. Тем не менее, я говорю про то, что я начал сигнализировать. Для меня это важно? Если для меня это важно, то я бегаю, я сигнализирую, я подаю сигналы, я говорю о том, что для меня это важно. То же самое и здесь у нас. Если мы застали себя в этом, мы увидели себя в этом, то, что я не настолько близок к Господу, как я был раньше. Я помню раньше отношения, когда я вставал, я мог молиться долго, я искал Господа. Сейчас нет такого. Тогда надо подавать сигналы. Мы говорили, надо бежать к пастору в домашние группы, нужно самому что-то предпринимать. Нельзя это оставить. Если мы оставим, то дальше уже. Как будет дальше тогда? Мне понравилось выражение. Пастор Алексей Лунев сказал, мне одновременно понравилось и не понравилось, потому что я подумал, вау, аж страшно стало. Он сказал такую вещь, тот человек, кто оставит Господа, отойдет от него, если он духовно умрет, то ему никто не поможет. Но он не сможет с этого выбраться до тех пор, пока он сам себе не захочет помочь. И я подумал, это же реально сильно. Кто бы с ним ни говорил, пастор, друг его близкий, который тоже верит, никак, к человеку никак не подойти до тех пор, пока он не разберется с собой, пока он этого не захочет. Аминь. Второй пункт, это пункт веры. Мы уже немножко говорили об этом, когда ученики находились с Иисусом в лодке, когда они его разбудили, он сказал, где вера ваша? Мы должны верить. Мы должны верить, если даже мы потеряли эту первую любовь, оставили, мы сейчас находимся, может быть, на пути. Я чувствую то, что у меня нет таких близких отношений с Господом. Я должен верить. Я могу верить. Я должен верить, что отношения, они вернутся. Что я не буду тем человеком, что все, церковь меня, она как-то отвлекла меня. И Иисус, я не чувствую какого-то, какой-то близости. Видимо, может, я один такой. Господь всех любит, а я один такой. Если мы будем так думать, то мы никогда не сможем вернуть отношения с Господом. Но если же мы будем верить, верить, что все возможно, у меня будут потрясающие отношения с Господом. Я бы также хотел воспользоваться инструментом, о котором говорил пастор Алексей Лунёв в проповеди. Он говорил о силе провозглашения. Если мы встаем и начинаем провозглашать, мы говорим то, что у меня будут замечательные отношения с Господом. Я верну свою первую любовь. У меня будет огонь. Такой же, когда я пришел в церковь. И больше будет огонь. Я буду служить, я буду ребенком для Бога. Если мы будем провозглашать это в свою жизнь, мы можем говорить это через Писание. Мы можем это говорить собственными словами, просто взывая. Господь, Он видит желание в наших сердец. Если мы видим, что Сын, Он захочет вернуться, Он в любом случае пойдет навстречу. Аминь. Аминь. Третий пункт, он не особо приятен, но тем не менее, важно о нем сказать. Этот пункт называется «Не будь преткновением». О чем вообще здесь говорится? Не будь преткновением. Если мы застали себя в этом, мы видим, что я нахожусь в такой позиции, я нахожусь в таком положении, что в церкви, в Доме Божьем все стало холодно для меня. Может, не настолько все критично, но тем не менее, я отношусь по-другому к служениям, отношусь по-другому к проповеди. Тем не менее, нам не нужно быть преткновением. Если сейчас выходит человек, он свидетельствует или проповедник проповедует, то мы можем, находясь в таком положении, сказать, смотри, как он проповедует. Как бы это вообще безобразие. Что-то типа того, я имею в виду, это можно зацепиться за какие-то внешние факторы. Человек может нести Слово Божье, он говорит Слово Божье, он молился об этом, он жаждал этого. И Господь действительно ему дал. Ведь иногда мы смотрим на сосуд, и он хрупкий сосуд, но тем не менее, Господь его использует. Мы не знаем, как это. Мы не знаем, как, но Господь использует его. А мы можем смотреть на внешние факторы. Мы сказали соседу, сосед услышал это, возможно, он никак не отреагировал, не сказал, не обличил, и он принимает это. И может быть, в следующий раз, когда он будет сидеть, действительно, проповедник что-то говорит не то. И он сам начинает в это верить. И здесь создается определенная группа людей, которые вместе двигаются, и они начинают создавать вот эти преткновения. Но очень хорошо держать себя в рамках в это время. Если ты увидел себя, если я увидел себя, я нахожусь в таком положении, я теплый, лучше максимально ограничиться в общении о том или ином предмете церкви. Если мы говорим сейчас о проповеднике или о свидетельствах, не нужно говорить. Лучше использовать первый и второй пункт, сигнализировать, маяковать, верить в то, что у нас это будет, но не распространять это. У человека может быть первая любовь, он находится в этой влюбленности, у него глаза зажжены, он горит этим. А мы его наполняем чем-то другим. В церкви не должно быть плохого семени. Аминь. Аминь. Я также хотел бы прочитать местописание в этом пункте. Это второзаконие, 20 глава, 8 стих. Здесь написано, кто боязлив и малодушен, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы он не сделал робким сердца братьев его, как его сердце. Здесь говорится о том, что если наше сердце, оно является робким, то мы можем также и других братьев сделать сердца робкими. Здесь говорится о войне. Если на войне это, это физический фактор, если это влияет, один начинает бояться и другой, то как же здесь на духовном уровне это может быть легко? Я бы здесь хотел привести пример из своего детства. Мы с самого детства здесь вот бегаем возле сцены, но не прямо вот здесь. Но тем не менее, всегда возле сцены бегали. Там раньше собрание шло 3 часа, поэтому для детей это было немножко сложно. И мы вот бегали здесь. Я вот смотрел с Айвелем на Тимофея. Тимофей всегда, он там песня поклонения, а он прям плясал. Но это выглядело смешно, ну честно. Я думал, ну мы с Айвелем смеялись над ним. Я вот помню, мы, короче, смеялись, и его это задело один раз. И он просто перестал прыгать, перестал, ну так, славить Господа руки, перестал поднимать. И сейчас я, конечно, понимаю, то, что не надо было так делать. Не надо было так делать. Но тем не менее, даже сейчас в церкви мы можем сделать какие-то маленькие замечания или что-то сделать не так. Человек приткнется. И человек, он может просто потерять свои отношения с Господом из-за этого. Он может потерять такую близость с Господом. Когда мы поклоняемся, когда мы просто можем плясать в его хвале. Это замечательно. Есть свобода в этом. Мы можем прославлять Господа. Аминь. Аминь. Четвертый пункт имеет название развивать отношения с Господом. Что имеется вот под этим пунктом? Что он значит? Здесь множество, множество факторов. Это чтение Библии, это молитва, это прославление, это поклонение, это пост, это много других вещей. Мы не можем охватить все это. Но тем не менее, мы часто слышим в проповеди, мы видим это в Библии, так много советов, так много всего, как мы можем идти к Господу, как мы можем развивать свои отношения. Но если мы видим, что мы находимся вот в этом положении, я чувствую, что мои отношения с Господом, они такие, какие были раньше, то мы должны начать идти навстречу. Возможно, это был хороший уровень, на котором мы находились. Молитвы, поста и так далее. Но если мы допустили, что это приелось к нам, это приелось, это стало привычным, то мы должны выйти на новый уровень. Мы должны стараться больше читать Библии, Слово Его, молиться и делать множество вещей, которые поднимают нас. Они развивают отношения с Господом. Аминь. Аминь. Нам нужно искать его. Пятый пункт. Название имеет... Это было адресовано Эфесской церкви. Было множество того перечислено, что они делали, что делала эта церковь. Но был один совет. Был один совет этой церкви. Было сказано, твори прежние дела. Твори прежние дела. Так же, как родилась эта церковь. Когда рождается церковь, это множество евангелистов, это множество миссионеров, множество служителей, которые жертвуют, жертвуют своим временем, своей жизнью, для того, чтобы Господь здесь прославлялся. И здесь написано, твори прежние дела. Это адресовано Эфесской церкви. Но это также относится и сегодня к нам. Если мы видим, что мы находимся в таком положении, то нужно вспомнить, какие были мы, когда мы пришли к Господу. Вспомни, какие были мы. Давайте мы вспомним. Здесь написано, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. Вспомни, откуда Господь тебя взял. Кем ты был, когда ты пришел? Он поднял тебя, но тем не менее, ты можешь так же прославлять, как ты был раньше. Когда мы пришли, мы говорили об этом фанатизме. Да, возможно, был фанатизм по Господу. Мы хотели быть в этих служениях, мы хотели служить Ему. В нас был огонь. Да, возможно, не надо возвращать все настолько. Да, вот так же это фанатизм. Но тем не менее, у нас уже есть мудрость в этом. Мы можем отдаться церкви, мы можем служить, просто прославлять Господа. Мы можем быть ребенком для Него в этом. Несмотря на то, что мы так много знаем церкви. Как пастор Алексей Воскресенский говорил насчет умного скептицизма. То, что мы все знаем. Но нет, чем ближе мы приближаемся к Господу, тем меньше мы знаем Его. Он становится ближе к нам, и нам больше хочется познавать Его. Аминь. Мы сейчас учимся вот на этой программе лидерской. И после каждого предмета есть подобное рассуждение, что мы ничего не знаем. Тогда понимаешь, зачем мы сюда приходим учиться, получать высшее образование. Это ты, наоборот, больше и больше разочаруешься в своих знаниях. Но больше хочется Господа познавать. Аминь. И я бы хотел закончить все одной притчей. Через эту притчу я вижу всю эту первую любовь, о которой сказано в Хефесской церкви. Это притча о блудном сыне. Тот сын, который ушел от отца, он имел любовь в своем доме. Он имел хорошее отношение в своем доме. Мы не знаем, по каким именно причинам он ушел. Возможно, это было активное счастье, о которой мы говорили. Он просто хотел немножко другого. Может быть, была буря дома, что-то было не так, и он уже хотел уйти. Может быть, соблазн века сего, да, соблазнил, и он хотел уйти. Возможно, это пассивная часть. Он, наоборот, приходил домой одно и то же. Всегда вот это нравоучение. Косленка закалывать нельзя и так далее. Может быть, была вот эта пассивная часть, привычность, обыденность в доме, и он ушел. Но, тем не менее, мы видим... Можно, да, чтобы кто-то вышел на клавишах играть? Но, тем не менее, мы видим, что когда блудный сын возвращается домой, мы видим, что отец его принимает. И так же у нас. Если мы находимся в таком положении, если мы оставили эту близость с Господом, этот огонь по Богу, мы знаем, что если мы пойдем к Нему навстречу, мы будем развивать отношения с Ним, мы будем сигнализировать, то отец увидит старание сына. Он не сможет не пойти к Нему навстречу. Он любит нас. Он в любом случае пойдет к нам навстречу. И знаете, так же... Слава Господу, да. Знаете, я так же благодарен, что у нас в христианстве у нас нет понятия «вторая любовь». У нас есть понятие «первая любовь». Если так получилось, что мы остыли по Господу, мы остыли в отношениях с Ним, то у нас не будет такого, что мы скажем, да, будет второй момент, будет вторая любовь. Нет, Господь всегда ждет. Он один Бог для нас. И Он всегда ждет, чтобы мы пришли. Так же, как мы говорили, о нашем времени, о браке, о влюбленности. Мы отдаемся человеку на всю жизнь. Мы посвящаем ему свою жизнь. И наша влюбленность, она не должна потухнуть. Она не должна потухнуть. Мы должны любить этого человека. Мы заключили с ним завет. Так же, как Господь заключил завет с нами. Аминь. Слава Господу. Давайте мы встанем, мы помолимся. Драгоценный Господь, мы благодарим и славим Тебя. Спасибо Тебе, Господь, за то, что мы можем собираться, за то, что мы можем иметь, как церковь, Твою любовь, Твое принятие в дом Твой. Спасибо Тебе, Отец. Мы благодарим и славим Тебя. Мы не привыкли к этому, мы ценим это. Для нас трепетно это, Господь. Каждое служение трепетно для нас, Отец. Мы благодарим и славим Тебя, за то, что Ты любишь нас, за то, что Ты принимаешь нас такими, какие мы есть. Мы просим Тебя, Господь, помоги нам сохранять Свою первую любовь. Помоги нам всегда быть активными, горящими для Тебя. Прославлять Тебя, Господь, Твое имя действительно гореть для Тебя. И быть примером в этом, Отец. Быть достойными делателями Твоими, Отец. Мы благодарим и славим Тебя за это время. Спасибо Тебе, Отец. Аминь. Аминь. Слава Господу.